Девчонки, приветик! Приехали мы на дачу на электричке. Так вынужденно мы собрались. Но была на то причина, потом расскажу. Прям эти сверчки слышишь? Нет. А? Только электричку слышишь? Ладно, мы сейчас пойдем, сейчас электричка будет шуметь, потом еще включусь. Все-таки встретил нас Антошка с бабушкой, да, Тош? Блин, блин, блин. Что это такое было? Сейчас чайку попьем, в общем, нормально добрались, доехали. Посмотрите, какая у нас красота. Почему-то видео передает далеко эти шарики, на самом деле они очень близко. Так, это какой-то банк, да, там написано, не могу понять. И мы, кстати, знаем, где они взлетают. Да, День? Мы там проезжали как-то, и на повороте... Слушай, вообще не вижу. Вроде так близко. И на повороте нам видели, где их надувают, взлетают они, короче, вот так вот. Красота. Но это еще мало, бывает очень много. На канал снимаю. А что? На канал снимаю, а что? Что-то еще осталось на наших землях. На землях Подмосковья, да, может там где-то еще есть. Вон трактор работает, силосную яму, видно, готовит. Или что это все на машина стоит. Так приятно смотреть. Но все равно раньше было их много, да, как выйдут все комбайны сразу, трактора. Ну, и сейчас поднимка веряется. Да не близко, на видео кажется, что далеко, да? Да, над нами. Вторая попытка. Смотрите, заправится пятое топливо. Так, прикладываем парток. Так, прикладываем парток. Все. Спасибо. И вот такой чек нам выдали. Попкин светит. Он прям видно, как его это. Огонь, да, видно. А сейчас еще будет котенок. Если ей попадется, я его вам покажу. Я вам говорила, вот здесь вот они у нас и начинают летать. Вот их там надувают. Блин, прикольно. Надо можно туда съездить, наверное, посмотреть поближе. Прям совсем здесь, не рядом с сдачей. Ой, я надеюсь, будет слышно. Я надеюсь, не будет слышно ведра. Вон они. Приехали. Нас Крис встречает. Хотел убежать, то что его поймал. Ой, друзья, все, мы приехали. Заехали еще в Магнит Косметик. Время 9, там, с чем-то, с чем-то. 9.20. Сейчас буду что-то быстро готовить, потому что я забыла достать мясо. Поэтому мы купили в этом Магните, ой, верно, вот такой шницель. Троекурова шницель куриный. Ну, если интересно, в принципе, могу написать цены потом. Я чек взяла, но не смогу быстро найти, мелко. Чек у нас вышел 1467, и скидка 188 рублей. Так, значит, шницель вот такой взяли. Мы его брали до этого. Очень даже приличный, если попадется... Ну, берите. Три штучки я взяла, потому что там по два, по-моему, не помню. Такое мороженое вот взял Антоша. Там 4, одно он уже скушал в машине хлеб. Значит, Василькова какое-то молоко мы такое не брали. Так захотелось. Капусты вот такой вот, именно, знаете, какой-нибудь квашеный, да? А маринованный. Она, значит, с морковью и шафраном. Не помню, тоже 89 рублей, что ли, стоит. Я так-то, я очень люблю вот такие вредности, но покупаю их редко, ибо это вредно. Ну, сейчас вот не удержалась, так захотелось. Хотелось сметанный соус с грибами. Такой тоже мы брали вкусный. Такая чипсы, стейк на углях. Не знаю, что за чипсы. Сметанный лук. Это Денис себе взял. Так, взяли сливу попробовать. У меня Антоша любит сливу. Такая вот она, сейчас, секунду. Что-то здесь со светом как-то очень плохо. Надо было, может, мне фонарик еще включить. Сейчас, друзья, подождите. Вот так вот намного лучше. Так, сейчас достану. Такие сливы. С каким-то налетом. Это, наверное, так специально, что ли. Ну, они все вот такие были. Тоже не помню цену. У меня Антон любит. Четыре штучки взяла. Я ему на пробу. Вот эти мюсли, малины, ежевика. Вот именно вот на эти и на банан в шоколаде была акция. Я взяла. У меня Лиза вроде любит их иногда. Черешня, по-моему, 189. Мы уже, наверное, третий или четвертый раз берем. Неплохая. Бананы. У меня еще, в принципе, с того раза остались бананы. Ну, там их сколько? Три штучки. Но у меня Миша ест, да, дети едят. Они сейчас по акции верно. Там 59... Ой, 49,99. В общем, при свете покажу шницель. Вот, видите, он так хорошо выглядит. Такой переченький. Капуста, видите, с морковью и шафраном. Такую я еще не пробовала. В общем, сейчас буду, блин, в темпе вальса кормить свое потомство. Ну, как в темпе? Надо еще картошку почистить. Картошка нужна? Нужна? Картошку привез. Картошку почистить. Салат быстренько сделаю. И шницель. Вот, так что, если что еще будет, я еще сниму. Так, сейчас, секунду. Да, разгружайся, малыш. Девочки, наверное, надоелось с этим огородом. Сейчас хотела вам просто показать огурчики. Помните, как-то до этого мы смотрели, они такие малышки были. Прям очень маленькие. Ну, вот такие, да. Сейчас уже вот побольше. Сегодня один сорвала. Вот этот можно тоже сорвать. Он уже хороший. Они такие сладенькие, вкусные. Где-то еще видела. Вот. Что-то начали желтеть. Еще рано, мне кажется. Но почему-то желтеют. Вот огурчик. Лиза попросила картошку почистить. Вот, сейчас сорву. Я хочу салат сделать. Вот. Так, где там перец-то? А, кабачок. Ой, баклажан появляется. Видно, девчонки? Прикольно. Так, с этим. Вот это вот, не знаю, что это такое. Но оно уже красное. Я его, наверное, сорву. Что вот это? Перец красный такой. Тоже не знаю. Так, что еще с перцем у нас? Ой, 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 ой. Сегодня у нас будет очень поздний ужин. Ну, ладно. А днем, знаете, есть и не хочется особо. То чай, то воду пьешь, то квас. Ну, перцы есть, пускай еще они растут. Не побольше были. Антон прошибал, поел. Миша давали. А помидорки нет мелкие. Вот. И основной ужор наступает у нас вечером. Это вообще ужасно. Так нельзя. Ну, и плюс сегодня мы ездили по делам. Считаю, весь день промотались, приехали. Так что придется сейчас покушать. Ладно, сейчас я огуречки соберу. Потом салат нарву. Тоже там он уже созрел. Моя колючая, мама дорогая. Так, еще один. Сейчас, девчонки. А, нет, этот маленький. Вот побольше вот здесь висит. Не знаю, если хватит, то хватит. Если нет, то еще потом приду. И сейчас попробую, что это такая вот эта за красная штука. Фура одна там, другая вот там валяется. Да, там путь. А, там в долг, а это штука. Большая машина толкнула маленький автобус. Вот здесь, там все живы, и все хорошо. Вот приедешь. Менты приехали. Всем доброе утро. Сегодня ездили на Папкиной машине с Денисом за маслом с утра. И вот такая... Чего ты закрыл? Такая вот ситуация на дороге, на перекрестке. Там на въезде в орудие случилось. Надеюсь, что там все обошлось. Но милиция... Ну да, милиция приехала. Скоро там не было, да, тоже? Спортно. Вчера я не стала уже снимать. Вот так устала. Меня вырубило очень рано. Купили масло. Поехали в гараж за дверью. Приехали в гараж. Ключи забыли. Ключи забыли. Но мы вечером с Денисом съездим, заберем и привезем. Вот, так что вот так. Всегда, она может по полчаса ехать. Скорая? Да нет, ну я не знаю, на вызовы на такие, мне кажется, быстро приезжает. Я не знаю. Да, печальная история. Ладно, все, мы пришли, сейчас посмотрим, что будем делать. На улице уже жарко, а это какой-то кошмар. У нас такой был гром, молния, ливень. Все затопило тут. Но оно уже уходит. Кто в плаве, здесь переплавляется, да, Тош? Я вот здесь, Тош, и меня проводил сбоку. Это кошмар какой-то. А молния, я была вот в этом домике, где мама с этим задюры жили, когда приезжали. Все остальные сидели в беседке. Лиза тут была, на кухне. И здесь вот примерно, знаете где? Да, вот где-то вот здесь, вот в этом вот промежутке шарахнула молния. И так шарахнула, что я сидела в телефоне, у меня где зарядка, вот здесь вот сбоку, где вставляется в телефон, она как-то так сверканула и по пальцу ударила. Ну, это, конечно, это, наверное, не молния, это, скорее всего, электричество, да. Вот, я телефон кинула, бросила. Сижу на диване, вообще боюсь вся. Лиза ко мне тут сразу бежит. Она знает, что я боюсь. Она меня тут охраняла какое-то время. Я вообще тут не выходила. Они уже поесть там сели в беседке. Я говорю, нет, я не пойду. Мишелька вообще, я ей по барабану прыгала, скакала, играла. Потом в воде еще и купалась. Ей видно кайфово после такой жары. Это Крис лает, потому что родители Дениса уезжают. Вот. А свекровь, оказывается, она здесь вот сидела на беседке, там вот в углу, там тоже у нее телефон заряжался вон там. И она в этот момент разговаривала по телефону, тоже додумалась, да, тоже. Вот. И вот этот момент, когда молния шарахнула, вот когда мне по пальцу электричество попало, ей в тот момент попало в телефон, да, в висок прям ударило. Денис говорит, она такая, телефон кинула на стол. Я говорю, ну естественно, но кто разговаривает в такую погоду. Я говорю, я вообще, когда вот в Москве, например, я все выключаю, я все электричество, я из розеток все выключаю, что разокрываю. Я не знаю, там хотя бы в городах громотводы стоят, а вот я люблю такую погоду, но не на даче. Что, ну не на даче, лис? Смотрите, желтенькие вылезли. Хорошо, хоть знаете, поливать не надо, потому что хорошо попалил дождик, и плюс еще сейчас идет, накрапывает, ну такой хороший, в беседке полью потом. Вот. Так что в городе мне как-то не очень страшно из-за громотводов. А здесь вот видно, я не знаю, их по-моему нету, этих громотводов вообще ни разу. Ну, так что вот так вот, девочки, страху не терпелось, капец. Короче, когда это, такая погода, лучше электричество все выключайте. А я все время говорила, когда мы вот в Москве, я говорю, выключайте, выключайте, а вы надо мной смеялись, хихикали. Вот так, да. И вот вам, пожалуйста. А у Дениса прям вообще на глазах это было, когда вот его мама ударила в висок, ну вот в телефон и попала по виску, там, я не знаю, молния попала, или просто когда долбанула в телефон, больно было, не знаешь? Да, по-моему, когда в телефон долбанула. Ой, короче, вот так вот. Так что, девочки и мальчики, аккуратнее, аккуратнее надо. Я же там там сидел. Ну да, ты же там был, да? Угу. Так что, не знаю, сейчас вот все это, еще опять дождик прям бьется, они уехали. Сейчас, может быть, в теплице полью, и все. Потом посуду надо помыть, потому что они все поели, тарелки покидали. И уехали. Ну, вот так вот у нас. А я вот побоялась, посидела, вышла, и сейчас пойду за ними убирать. Все. Я не знаю, буду я сегодня что-то снимать или нет. Так что, не прощаемся. На кухне иду, смотрите, дверь не закрыли. Да, в принципе, даже если бы и закрыли, мы же здесь не разуваемся. Какая грязюка. Сейчас полы мыть вообще бесполезно, потому что дождик он так еще покапывает. Я хочу вечером, когда все уйдут в беседку, уже на кухне не буду заходить, полы помыть. Потому что это вообще трешняк какой-то. Ну и вот посуду они мне оставили тут. Надо будет помыть. Здесь вообще кто-то бегал, что ли, или что-то положили, поставили. Фрукты. Вот я не знаю, эти как они, сливы. Тушка ел или не ел, хотела спросить. Туаш, а ты ел сливы? Взял. Поел? Нет, еще. Я просто хотела у тебя узнать, как она на вкус. Скажешь потом, ладно? А, вы так не хотите, да? Если они не вкусные, мне отдадите, да? Ну ты любишь сливы, нет? Почему? Ну, может, знаешь, полежат, да, идут обычно так. В общем, а здесь вообще лужа натекла. И ты этого она стала меньше. Бабушка Наташа, мама моя, что-то прислала. Меньше, а так она прям большая лужа была. Это мне Лиза сказала, батарейка опять садится. Я же в тот раз выключила, телефон испугалась. Сейчас пойду поставлю. Лиза открыла эту свеклу, хотела сказать сливу. Покажи, какая. Посмотрите, какая она прям эта, как свекла, краснющая, краснющая. Но так не передает, да? Сочная, да? Она, ну вот, примерно вот такого цвета. Прямо даже темнее, бордовая-бордовая, очень вот сочная. Ага, на вкус не знаем, какая. Ну как? Сливу как сливу. Сливу как сливу? Ну, она такая, она сладкая сама, а шкурка кислая. А, ну как слива. Сейчас я тоже попробую. Резный вкус у слива мне показалось, что со вкусом немного банан отдает. Может, потому что они вместе лежали? Ну, конечно. Да, шкурка немножко кислит, но она, блин, она и в разрезе как будто как свекла, да? Да. Намного темнее, девчонки. Это мы в верном покупали. Ну, блин, интересная, интересная слива. Вон она. Без фонарика никуда, видите, она прям и сочная, но, блин. Ну, он примерно вот такой вот красный. Угадайся, она. Она, да, она вкусная какая-то, у нее вкус интересный. Прям, смотрите. Ну, блин, я такой... Она, конечно, светлее. Светлее, светлее, да, она намного темнее, она прям темная. Она как свекла. В общем, вот так вот. Девчонки, вот и я. В общем, короче, сейчас едем, знаете куда? За арбузом. Мой старший ребенок, не на голове вообще какой-то кипиш. Старший ребенок захотел арбуза. Где этот старший ребенок? Вон он, грибочек мой идет. Да. Не хотели ехать, дождик же был, все такое. Ну, нет, надо нам арбузик. Говорит, вы дыньку ели, а мне Лиза не любит дыню. А вот, надо, говорит, этот арбуз. Ну, ладно, поедем, купим. Ку-ка мне и тыкву. Не красится уже пара, кстати, девочки. Вот. Так что вот так. Я не знаю, наверное, на этом все. Потому что влог у меня получится, я так думаю, длинный. Потому что у меня в этом влоге будет 2 или 3 видео. Ой, 2 или 3 дня, да, все правильно. Потому что снимать особо нечего. По чуть-чуть так немножко снимала, да и жарко было. А у меня кроссовочки есть. Лиза говорит, а у меня кроссовочки есть. Мы тебя поняли, дочь. Вот, так что все. Мы погнали. До новых встреч. Пока.